Этой ночью в Москве совершил посадку самолет МЧС, который эвакуировал людей из Сирии. Весь минувший день из этой страны приходили тевожные сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате противостояния правительственных войск и боевиков. В столицу привезли 59 человек, наши соотечественники и граждане СНГ. Этого рейса в самой Сирии ждали еще и потому, что туда он доставил гуманитарный груз. С теми, кто решил покинуть охваченную войной страну, пообщался наш корреспондент Александр Лякин. Их можно было принять за обыкновенных авиапассажиров, если бы не сопровождающие сотрудники МЧС, которые делали все возможное, чтобы приехавшие из Сирии чувствовали себя в России как дома. Прямо здесь, в зале прилета аэропорта Домодедово, развернут оперативный штаб МЧС, где беженцы из Сирии получают всю необходимую информацию, узнают, на чем можно уехать и где разместиться. Большая часть пассажиров этого рейса – граждане России, их сирийские родственники. Примерно треть – это иностранцы из ближнего зарубежья. Так, например, Татьяна Салама из Казахстана. И спасибо, конечно, России за организацию, за отношения. Огромное спасибо. Несмотря на продолжающиеся в Сирии бои, большинство надеется, что рано или поздно смогут вернуться обратно. Мы уже почти не говорим на эту тему, нам война надоела, мы уже говорим чисто такие обыденные вещи, дети, школа, такое, потому что война, ну, пятый год. Многие говорят, что хуже, чем год или два назад уже не будет. По нашим детям стреляли из снайберских винтовок, отрезали головы только из-за того, что, например, ты не сунит, а ты оловит. Главное, что дождались, доченька, все нормально. И спасибо, спасибо всем. Кто-то встречает родителей, а кто-то, как эта семья своих детей. Некоторые из них уже не говорят по-русски. Я из города Забадани, там сейчас очень тяжелая ситуация. Если какая-то нужна помощь, доставка, транспорт, у нас все это есть. Спасибо большое. Это сотрудники МЧС предлагают помощь представителю украинского посольства. Среди тех, кто воспользовался рейсом МЧС России, 11 граждан Украины. Они держались особняком и от комментариев отказывались. Всем им предлагали ехать на Украину, но некоторые предпочли остаться в России. Я могу отправить только в Украину, в Украину, в Украину. Мне не ехать. МЧС России не отказывает в помощи никому, и об этом в Сирии все знают. Самолеты из России там ждут еще и потому, что они никогда не прилетают пустыми. Отправляясь за беженцами, МЧС берет с собой гуманитарный груз. Сахар, детское питание, рис и одеяло. Свыше 20 тонн мы туда доставили груза. Может показаться кому-то, что груз небольшой. На самом деле сирийская сторона воспринимает любую помощь со стороны России как поддержка со всего нашего российского народа. Сегодняшний рейс был девятым за последнее время. В МЧС говорят, что будут продолжать миссии в Сирии до тех пор, пока это будет возможно. И пока в этом будут нуждаться наши соотечественники. Александр Лякин, Олеся Трофимович, Олег Слюсаренко, Дмитрий Запарин, Первый канал.